давным-давно я делал ролики про свои странные привычки, в целом, учитывая, насколько много там людей, которые писали Жиза, да, просто Жиза, что вы еще хотели тут увидеть? Блин, я же думался, то Рил Жиза, я тоже себя ем, что Жиза? Я Кирилл, мне 10 лет, я гейм. Наверное, это означает, что эти привычки не такие уж и странные, или все люди просто странные, или меня смотрят только странные. На моем канале вообще есть адекватные? Ну? Я адекватный. Докажи. Криптовалюта? Финанс? Вау, это правда круто. Спасибо, это не норма. Нет, совсем не норма. И еще как? Пора спустя долгие годы снова вернуться к странным привычкам. Что касается старых привычек, я все еще ем себя, губы, щеки, кожу пальцев. Классика. В этот раз мне было бы интересно почитать, какие привычки есть у вас, и свериться, замечал ли я это за собой. Но перед этим, мои привычки, которые я записал в свои заметки аж 4 года назад. Ну, ну-ка. Первая привычка. Когда я не могу заснуть, или просто валяюсь на кровати, я начинаю чертить ногой фигуры типа квадрата, треугольника, ромба. Я не знаю, зачем я делаю эти движения, наверное, со стороны это выглядит крайне странно. Вот так. Ну, художник чё? Верправо, вниз. В этот квадрат был. Что ты делаешь? Ты видела, сейчас квадрат ногой сделал? Нет. А до этого я треугольник сделал, ты не видел? Нет. Ты же просто псих. У тебя задница разговаривает. Ужасный скетч. Ну, вторая привычка. В детстве я всегда спал комком. Вот, ну, не нравилось мне спать по-человечески прямо. Моя мама всегда говорила, что мне нужно перестать это делать, потому что так спят неуверенные в себе люди. Это меня не спина называется. Ты что-то натворил, гадёныш, я теперь с тебя всё расхлёбывать, блядь. Это так не работает. Третье. Я всегда ел за столом на корточках, потому что дома было холодно, особенно когда собираешься в школу, а печка только начинает топиться. Садится на мега холодный стул задницей с утра. Это слишком. Четвёртая привычка. Это моя работа. Ты тварь. Я не понимаю, как люди открывают глаза, когда они мокрые. Если я закрыл глаза в душе, то мне придётся их как следует натереть, чтобы зоу увидеть этот мир прекрасный. Или когда ныряешь в воду, не знаю, мне кажется, что я не могу вообще открыть глаза, если не протру их. А если всё же открываю, то чувствую достаточно странные ощущения, поэтому я обычно этого не делаю. Обратно закрываешь, протёр и открываешь в том же. Я не люблю школу и школьные времена, но я помню, что я был очень счастлив в началке. Уровень счастья моей крови был настолько высок, что добираясь до школы, я не шёл, не полз, а бежал в припрыжку. Не знаю, по-моему, мне тогда вообще не смущало, как на меня посмотрят. Я просто был рад, что я иду в прекрасную школу. Это не то, чтобы странная привычка. Если ты бежишь, то, наверное, это нормально. Ты, наверное, куда-то опаздываешь, или ты бежишь кросс. Если ты идёшь, то, наверное, обычный человек. Да, все люди ходят, окей, понимаете меня. Но что это за промежуточное движение? Как будто так могут двигаться только мультяшные герои в жизни. Это как-то немного странно. Я будто бы долбоёб. Окей, я погуглил, и дети действительно, оказывается, так делают. Но это ведь не значит, что это не странно. Дети все странные, они жрут свои козероги. Ну, а теперь ваши странные привычки, которые вы мне написали в моём телеграм-канале. 2000 с лишним. Это не то, чтобы странная привычка, но, блин, я всегда ставлю какой-нибудь бред на фон перед сном. Я просто не могу уснуть в тишине. У меня всегда стоит на фоне прохождение игры от Купленова, или... Интересно у кого-нибудь так же? Я думаю, так делает каждый, кто в детстве засыпал под телек. Для меня лично это ещё и своего рода аттракцион, потому что я никогда не знаю, через что Ютуб меня проведёт сегодня. Пока я сплю, Ютуб не может врубить Купленова, который орёт и отражается на действиях в моём сне. Решаешь сегодня уснуть под классическую музыку, а просыпаешься под рыбу, которая ест морковь и делает... Вредная привычка. Смотреть могу бы собеседника. Не могу смотреть в глаза. Когда я начинаю говорить с человеком, с которым мне неловко общаться, и пытаюсь через силу не отводить взгляд, я начинаю задумываться о том, как я вообще на него смотрю. Как будто бы я падаю в ступор и думаю о таких странных вещах по типу... Блин, да в какой глаз мне вообще смотреть? Влево или вправо? Или может в середину глаз? Или может в середину в целом лица? И вообще, почему я так долго смотрю на лицо? Это вообще нормально, когда люди отводят взгляд в ступ? Я забыл, что нужно ещё моргать. И когда я по-своему раз моргал? Эй, всё нормально? Прости, твоя история была очень трогательной, и я не смог сдержать слёз. А, ну, всё нормально. Неужели варка пельменей не может так растротить человеко? А, рассказывай, не говорю, я хожу по кругу. Я делаю так, когда о чём-то думаю, пока я сижу за компиком и ловлю кайфы, мой мозг внезапно хочет подумать о чём-то важном. Эй, давай сейчас просто походим по дому и подумаем о чём-нибудь. Мы же можем это сделать не вставая. Я люблю ходить, иди и обойди весь дом. А как же полежать? Взвести на весах, и я пока что подумаю. Ладно. Жиза. И вот, наконец-то, наступает момент, когда мы выступаем на сцене, и на нас смотрит миллион человек. Да это просто очуметь, блин, какой вы крутой. О, нет, он даёт самому себе интервью. Какой же он конченый? Не мешай мне, жми с делом и продолжай ходить. Я любил есть полкуса, сначала яблока, потом булку, и кого позже доел, тот выиграл. Гоша, я не имею ни малейшего понятия, зачем вы совмещаете яблоко с булкой, но это навело меня на ещё одну странную привычку. Когда я ем еду, которая состоит из нескольких компонентов, типа пюре и котлета, во мне почему-то просыпается перфекционизм, и для меня всегда важно, чтобы все компоненты во рту были в одинаковом процентном соотношении. Типа я, например, не понимаю людей, которые сначала едят котлету, а потом пюре, это вообще что-то странное. Если я ем и чувствую, что в этой мини-порции, которые находятся у меня во рту, слишком много пюре, то надо добавить ещё котлеты и хлеба. И то же самое, если слишком много котлеты или хлеба. Ну, что ж, наверное, это действительно странно. Например, дышать! Да, это реально странно, не понимаю, почему люди это делают. Например, я тоже не дышу, смотрите. А бобус какой запишет жить. Засовывай телефон в рот, когда жду, пока чел ответит мне на звонок. Окей, я думаю, никто не будет против отдать этой девочке первое место странных привычек. А я люблю удёргивать волосы и спать мышек. Ладно, вот этот чел выиграл. Вот всё, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. А также спасибо всем, кто писал все эти страны привычки мне в ТГ-канал. Вроде всё, всех обнял, приподнял, пока.